Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые коллеги, которые смотрят нас онлайн. Сегодня у нас пресс-конференция к Международному дню энергосбережения на тему «Беларусь – энергоэффективная страна». Участники нашей онлайн-конференции расскажут о реализации политики энергосбережения в Беларуси, подведут предварительные итоги выполнения государственной программы энергосбережения на 16-20-е годы и поделятся планами, нашедшими отражения в проекте госпрограммы на 2021-2025 годы. Также на связи у нас по скайпу представители региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Мероприятие проходит в онлайн-формате. Ссылку на мероприятие можно посмотреть на сайте Белта в разделе «Пресс-центр». Сначала мы выслушаем наших участников, а потом ответим на вопросы, пришедшие по электронной почте, а также на наши мессенджеры. Михаил Петрович, попрошу вас выступить первым. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с Международным днём энергосбережения 11 ноября. Разрешите вас поприветствовать, а также тех людей, которые присоединились к нам в режиме онлайн, для того, чтобы, ну, скажем так, отметить этот Международный день. Республика Беларусь уже 12-й раз отмечает Международный день энергосбережения. В этом году с 9 по 20 ноября Департамент по энергоэффективности инициирует проведение в Республике информационно-образовательной акции «Беларусь. Энергоэффективная страна» и приглашает органы государственного управления, учреждения здравоохранения, культуры, образования, другие организации и бизнес-сообщества, общественное объединение средствам массовой информации граждан принять активное участие в данной акции. Целью данной акции является повышение осведомленности населения о возможности повышения эффективного использования энергоресурсов, возможных способов и методов их экономии, в том числе в повседневной жизни, в быту, что является значимой мерой в улучшении благосостояния каждой семьи и экономического роста в целом для страны. Не для кого не секрет, что энергетика является ключевой жизнеобеспечивающей системой, базовым элементом, который гарантирует целостность и эффективность работы для всех отраслей и субъектов экономики. От энергетической составляющей в значительной степени зависят издержки производства и доходы общества, его материальное благосостояние. Энергетический потенциал экономики и ее энергоэффективность в современном мире является важным показателем уровня развития государства. Для государства, которое имеет дефицит собственных энергоресурсов, в том числе к которым относится и Республика Беларусь, оптимальное развитие и функционирование экономики – это одно из приоритетных направлений деятельности законодательной и исполнительной власти. Всех производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Энергетический потенциал страны должен обеспечивать темпы роста экономики в соответствии с основными показателями социально-экономического развития страны. Поэтому повышение энергоэффективности экономики в целом является одной из приоритетных задач государства. Ни для кого не секрет, что при росте валового внутреннего продукта на 1% увеличение топливно-энергетических ресурсов составляет на уровне 0,3%. Отмечу, что в 2020 году в Республике Беларусь 12 раз отмечают Международный день энергосбережения. Повышение эффективного использования энергетических ресурсов – это крайне важное ответственное и ответное действие, направленное на решение насущных проблем, связанных в том числе и с изменением климата, экономическим развитием и энергетической безопасностью, с которыми сталкиваются многие страны мира. Энергоемкость валового внутреннего продукта Республики Беларусь, по последним данным Международного энергетического агентства, находится на уровне 160 кг нефтяного эквивалента по паритету покупательской способности на 1000 долларов США. Мы уже по энергоемкости сравнимы с такими странами, как Финляндия. Немножко обогнали Канаду, но вместе с тем энергоемкость ВВП Республики Беларусь на 20% выше среднемирового уровня. Основным инструментом проведения энергосберегающей политики в Республике Беларусь является разработка и реализация программы энергосбережения. Начиная с 1996 года, каждые 5 лет реализовывалась республиканская или государственная программа энергосбережения, целью которой было достижение экономии топливно-энергетических ресурсов за пятилетку от 5 миллионов тонн условного топлива до 7,5. Эти цели мы, скажем так, в целом Республика Беларусь успешно достигала. Задача на 2016-2020 годы поставлена сэкономить 5 миллионов топливно-энергетических ресурсов, в том числе и на 2020 год 1181,18 миллиона тонн условного топлива в целом по стране. Эти задачи с учетом роста ВВП и ввода в эксплуатацию АЭС основная задача не увеличить энергоемкость валового внутреннего продукта. Заслугой наших региональных управлений Департамента по энергоэффективности, а также всей системы жилищно-коммунального хозяйства за прошедшую эту пятилетку, можно считать массовый ввод в эксплуатацию энергоисточников, использующих местные топливно-энергетические ресурсы. Хочу сказать, что из 3800 единиц энергоисточников на МВТ в системе ЖКХ 2700 уже переведены на местные топливно-энергетические ресурсы. В основном это древесная щепа и торф, который добывается на нашей территории. В связи с вводом АЭС у нас планируется по новой государственной программе ряд направлений, которые позволят рационально использовать топливно-энергетические ресурсы и вместе с тем увеличить в целом электропотребление страны. Планируется, что в ближайшую пятилетку будут строиться целые электрифицированные районы многоквартирной жилой застройки, которые позволят при тех же объемах строительства многоквартирного жилья на уровне 3,5 миллионов квадратных метров в год ежегодно увеличивать порядка 370 миллионов киловатт-часов потребления электрической энергии на цели отопления и горячего водоснабжения. Также у нас планируется по государственной программе ввод и ряда новых технологий, которые будут использовать электрическую энергию, в том числе и для отопления в небольших населенных пунктах, где себестоимость тепловой энергии в настоящее время выше чем 100 рублей за 1 геккалорию. Мы предусматриваем целый раздел, целое приложение в государственной программе энергосбережения, направленное на ввод энергоисточников, использующих тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Также предусматривается ряд внедрения новых технологий, перевода технологических циклов с использования природного импортируемого газа на электротехнологии. Еще раз повторюсь, что мы планируем, что к концу 2000 основная цель не увеличить энергоемкость ВВП. Мы планируем, что по результатам работы за 2020 год энергоемкость снизится на 0,7%. Мы, скажем так, планируем, что по показателю... ...финляндию... ...энергоемкость среднем мирового... ...это не... с половиной из-за пределов республики увеличить эту долю импорта в интер лучок рынка дальнего за же оставить моим коллег не Не подойдет большего больного сотрудничества. Будет реализация международных проектов в северении… С того, что… …коллеги… …советолов… Продолжение следует... 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 на период до 2030 года, в том числе цели 7 – обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, в части развития возобновляемых источников энергии и снижения энергоемкости ВВП. Основными приоритетными направлениями по реализации целей и задач в период 2021-2025 годы в сфере энергосбережения будут являться до осуществления дальнейшей модернизации технического переворужения, как я раньше говорил, производств, внедрением современных наукоемких ресурсов, сберегающих технологий, с углублением автоматизации и электрификации промышленного производства, повышение эффективности работы действующих энергетических мощностей на основе использования инновационных энергоэффективных технологий с поэтапным выводом из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования с обязательным технической и экономической целесообразностью теплоты уходящих домовых газов, инновационных вторичных энергоресурсов, в том числе за счет внедрения абсопрационных бромистолитиевых тепловых насосов, оптимизация схем теплоснабжения при новом строительстве, возведением многоквартирного жилищного фонда с сокращением объема строительства коммуникаций за счет использования электрической энергии для горячего водоснабжения, в том числе за счет внедрения тепловых насосов на цели отопления и горячего водоснабжения. Оптимизация потребления тепловой энергии путем поэтапного проведения комплексной тепловой модернизации, эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда с привлечением сынников жилья в соответствии с указом 327-м. Повышение энергоэффективности на объектах социальной сферы за счет реализации мероприятий и их комплексной тепловой модернизации. Повышение эффективности теплоснабжения путем оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов, с ликвидацией неэффективных теплоисточников или децентрализации теплоснабжения с ликвидацией длинных и незагруженных паро- и теплотрасс, возможного внедрения с учетом технической и экономической целесообразности локальных современных автоматизированных электрических источников тепловой энергии, в том числе насосов для нужд отопления и горячего водоснабжения. Модернизация систем освещения с внедрением энергоэффективных осветительных устройств, автоматических систем управления освещения и систем дисперчеризации. Модернизация сельскохозяйственных производств с использованием электротепловых установок сельскохозяйственных организаций для создания микроклимата в жепотноводческих комплексах и кормоприготовления, сушки и активного вентилирования зерна. Развитие внедрения городского электротранспорта электромобилей с целью замещения использования углеводородного топлива и зарядной инфраструктуры. Создание энергоисточников, использующих местные виды топлива, в основном древесное и торфяное топливо, а также горючие отходы. Строительство локальных биогазовых комплексов в сельскохозяйственных организациях, занимающимся разведением крупнорогатого скота, свиней и птицы. Создание биогазовых установок на очистных сооружениях и полигонах захоронения твердых коммунальных отходов в жилищно-коммунальных организациях. Создание в организациях жилищно-коммунального хозяйства страны мощностей по производству топлива из твердых коммунальных отходов, РДФ топлива, с его использования на энергоисточниках, его использования в энергетических целях. В том числе строительство мусоросжигательного завода в городе Минске. Ну и, конечно же, увеличение выработки электрической и тепловой энергии за счет использования естественного движения водных потоков, ветра, солнца. В период 2021-2025 годов в рамках реализации под программы 2 государственной программы предусматривается ввод в эксплуатацию более 550 мегаватт мощностей на древесном топливе, что позволит увеличить объем использования местных тер на величину порядка 151 тысячи тут и, соответственно, снизить потребление импортированного природного газа на величину порядка 130 миллионов кубических метров. Кроме того, в 2021-2023 годах в рамках установленных, но нераспределенных квот предусматривается создание в республике установок по использованию ВИА суммарно электрической мощностью 129,5 мегаватт. В том числе 15 мегаватт – это бигао-газовые установки, 29,8 мегаватт – ветроэнергетические установки, 10 мегаватт – фотоэлектрические станции, 29 мегаватт – гидроэлектростанции, 5,6 мегаватт – минитет на древесном топливе и биомассе. И 40 мегаватт – это использование на цели энергетических, на энергетические цели твердых коммунальных отходов. Это вот то, что я говорил, строительство мусороперерабатывающего завода в городе Минске. В соответствии с национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами, вторичными ресурсами, предусматривается строительство в рядущей пятилетке в городе Минске мусоросжигательного завода, способного перерабатывать порядка 500 тысяч тонн отходов в год. Источниками финансирования мероприятий государственной программы в установленном порядке будут являться средства республиканского и местных бюджетов, в том числе республиканского, предусмотренного на финансирование государственной программы, собственные средства организаций, кредитные ресурсы банков Республики Беларусь, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и иные источники, не запрещенные законодательством, в том числе средства внебюджетных инвестиционных фондов, международных финансовых организаций, организаций, гранты иностранные инвестиции. Всего на реализацию программы на следующую пятилетку планируется использовать, предусматривается, порядка 4,2 миллиарда белорусских рублей, в том числе республиканский бюджет порядка 288 миллионов, местные бюджеты порядка 1 миллиарда рублей, собственные средства организаций 2,2 миллиарда рублей, кредитные ресурсы 472 миллиона рублей, иные источники – порядка 230 миллионов рублей. Государственная программа наша носит межотраслевой характер. Реализация ее мероприятий осуществляется в рамке ООО «Банк развития Республики Беларусь» посредством связанной деятельности по мнению республиканских органов управления иных государственного организатора и Минского горосполкома за счет средств, как я назвал. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Васильевич. Ну и Андрей Владимирович Миненков. Прошу вас также выступить. Спасибо. Добрый день у вас в видеоконференции. Расследование с Международным днём энергосбережения, которые сегодня прозвучали в ваш адрес. И, надеюсь, будут звучать и сегодня, и в ближайшие дни. Как уже сегодня отмечалось ранее, что вопросы энергосбережения, повышения энергоэффективности, они страны не знают, а сами топливных энергетических ресурсов, либо нет. И, конечно же, так как для каждой страны, то и вопросы международного сотрудничества имеют весьма большое значение в реализации такой работы. Нужно сказать, что международное сотрудничество по энергоэффективности осуществляется фактическое знание партнёров и десятков стран. Это, конечно же, страны Евразийского экономического союза, страны, скажем так, которыми у нас заключены соглашения среди реализации международного сотрудничества. Таким образом, я должен был в первую очередь взаимодействовать со Всемирным банком, с Международным европейским банком реконструкции и развития, взаимодействовать с Европейским инвестиционным банком. Но нужно сказать, что у нас активное сотрудничество осуществляется из программ, которые показывают нам техническую помощь. Это программа развития глобально-экологической, программы, которые ведут Европейский союз. И, конечно же, относительно молодая международная организация, с которыми это Международное агентство по возобновляемой энергии. И наши давние, это Европейская экономическая комиссия ООН и Комитет по устойчивой энергетике этой комиссии. За время функционирования работы департамента мы в КАИООН и организации исполнителя с народом организовали различных проектов. Это как крупные инвестиционные проекты, так и небольшие проектов, также около десятка проектов можно назвать, в которых департамент принимает участие, помогая другим органам госуправления в рамках своей компетенции. Если говорить о завершающегося пятилетия и начале нового пятилетия, то хочу сказать, что мы в настоящее время, не в настоящее время, завершаем реинвестиционный проект, который мы с 2014 года осуществляли со Всемирным банком с привлечением заемных средств Международного банка развития, в рамках которого было запланировано инструкции котельных с переводом их. Объем кредитных средств составлял 90 миллионов, но в результате проведения конкурсных торгов, в результате конкуренции ценовых предложений нам удалось, что позволили нам еще семь, таким образом, в целом по проекту у нас будет построено 20 котельных, в настоящее время построено 13, 3 мы завершаем в этом году и в следующем году еще 4 котельные завершаем, реализовываем достаточно большим, потому что, во-первых, использование более дешевого мясного топлива, во-вторых, все это способствует на древесное топливо, которое производится в нашей стране, что способствует созданию новых мест, увеличению производства производства топлива, топливо заготовительного этой отрасли, увеличивающих поступления налоговые в бюджет. Таким образом, эффектов достаточно много и, конечно же, немаловажные эффекты для населения в результате использования более дешевого местного топлива, себестоимость тепловой энергии, которая в энергоисточнике, на 20%. В этом году мы начинаем еще один большой, крупный проект в Традиционный банк, Международный банк реконструкции присоединился и Киевский банк, уже часть средств и экологический фонд. Проект достойный, имеет момент, в общем-то, продолжение той работы, которая проводится, инструкция, использование древесного топлива, используют все лучшие наработки, и все те же преимущества получаем в рамках реализации проекта, использованные древесные биомассы, они перейдут и в новый проект. Реализация этого проекта позволит нам сокращать метров кубических потреблений импортированного природного газа и увеличить использование местных видов топлива на 120 тысяч тонн в год. ну и также повторюсь, что немаловажно это позволит снизить себестоимость энергии в среднем на 20% и будет способствовать продолжению работы по увеличению производства отечественного оборудования котельного, лесозаготовительной техники, созданию новых работ и увеличению налоговых поступлений в бюджет. В рамках второго проекта будет оказана поддержка республики в реализации механизмов, которые законодательно были закреплены буквально совершенно недавно в привлечении населения к участию в работе, в повышении энергоэффективности своих жилых домов, когда собрание собственников принимает решение о реализации комплекса энергоэффективных мероприятий, позволяет профинансировать эти мероприятия, например, одновременно с проведением капитального ремонта либо в дополнение в последующем после проведения капитального ремонта и существенным образом улучшить энергоэффективность вплоть до 37% по нашим оценкам, сократить потребление тепловой энергии, ну и соответственно снизить свои расходы в оплате за потребляемые коммунальные услуги. Эти механизмы позволяют гражданам получить рассрочку отдельным категориям граждан и до 15 лет на выполненные работы, плюс ко всему государство берет на себя также дополнительные обязательства компенсировать со своей стороны в настоящее время до 50% затрат на выполнение таких мероприятий. Ну и глядя в будущее мы начинаем проработку с Всемирным банком нового крупного инвестиционного проекта по повышению энергоэффективности в организациях социальной сферы. Проект будет тоже интересный, Всемирный банк предлагает использовать новые механизмы, вот, когда средства, которые будут сэкономлены в результате реализации энергоэффективных мероприятий на объектах социальной сферы будут резервироваться на специальных счетах, накапливаться и в последующем опять направляться на реализацию новых энергосберегающих мероприятий. Так как подходы эти новые для нашей страны, то будут реализованы они на первом этапе такой проект рассматривается для реализации в Минской области и в случае, скажем так, успешности его реализуемости будет распространен на всю республику. Ну и конечно же, если говорить о проектах технической помощи, то нужно сказать, что вот в прошлом году, в выходящем году, мы реализовали несколько проектов по подготовке исследований с международными организациями, в частности, с Европейским банком реконструкции развития и с Европейской экономической комиссией ООН, где они провели исследования с учетом мировых трендов, тенденций, дали нам свои рекомендации по отдельным направлениям, которые могут получить развитие в ближайшее время в работе по повышению энергоэффективности, в использовании возобновляемых источников энергии, в развитии, скажем так, использования электротранспорта и по другим направлениям. Кроме того, буквально с сегодняшнего дня у нас запланирована после этого мероприятия еще одна видеоконференция с Международным агентством по возобновляемой энергии, где мы будем обсуждать уже подходы и направления реализации еще одного проекта технической помощи по проведению обзора готовности Республики Беларусь к использованию возобновляемых источников энергии, одновременно с использованием традиционных энергоресурсов для нашей страны и использованием атомной энергии. Такие обзоры в качестве технической помощи агентства со своими экспертами уже провело для некоторых наших стран соседок. И начинается проведение такой работы в году. конечно же с результатами проведения этой работы мы вас будем знакомить в рамках следующих мероприятий. Либо информация будет отражаться на сайте департамента по энергоэффективности где вы найдете много другой познавательной информации. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо участникам за выступление. За время проведения нашего мероприятия к нам поступило несколько вопросов от коллег-журналистов. Я озвучу первый вопрос от Дробышева и Татьяны. Так он звучит. Скажите, нужно ли заниматься энергосбережением, если у нас есть атомная станция, которая даст много энергии? Михаил Петрович, попрошу вас ответить. Вы знаете, много энергии, во-первых, не бывает. Отвечу на этот вопрос коротко и ясно. Второе. Скажите, пожалуйста, давайте просто просуждаем. Та электроэнергия, которую мы получим от БелАЭС, она ведь имеет стоимость, она имеет себестоимость. Республика Беларусь обязана за нее возвращать кредитные ресурсы. Соответственно, каждый киловатт-час, который будет отпущен от БелАЭС, должен быть использован рационально. Каждый киловатт-час для Республики Беларусь, который использован внутри страны, должен принести для нашей страны, для всех нас, извините меня, прибыль. Каждый киловатт-час должен сделать нашу страну богаче. Суждение о том, что от БелАЭС электроэнергия будет для конечного потребителя бесплатно, то, что ее можно, извините меня, простым языком выражаясь, транжирить, ну, или обогревать воздух, речку, я не знаю, что-нибудь еще, это неверное суждение. Ведь все богатые страны, это те страны, которые экономят. Это те страны, которые, первое, электропотребление на душу населения самое высокое по сравнению с соседями, по сравнению, первым веществом которое находится внутри головы и второе это значит те страны которые сумели свое производство энергоемкое производство первое либо перенести в сопредельные страны да где идет с контакт загрязнения территории до воздуха в чего угодно где низкоквалифицированная рабочая сила а все производство и весь скажем так сектор который приносит реальные доходы государству оставлен внутри страны которые первое используют современные электротехнологии электротехнологии в том числе можно назвать изогнуть пальцы сельском хозяйстве в металлургии в машиностроении везде 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 исключив при этом использование скажем так ископаемых углеводородов до ископаемых углеводородов прежде всего это там каменный уголь природный газ и так далее нефтепродукты так вот та электроэнергия которая у нас будет произведена белая с она будет использована большей своей частью найдет применения внутри страны и разработаны скажем так соответствующие программы соответствующие приняты решения правительства можно просто посмотреть в открытом доступе 169 постановление совета министров где разложено вплоть до каждого предприятия до каждого потребителя кто когда и в каких объемах будет потреблять данную электро увеличивать прошу прощения увеличивать потребление электроэнергии в пределах республики беларусь в том числе никто не исключает что при экономически выгодном предложении по покупке электрической энергии от бел а с нашими зарубежными партнерами данная электроэнергия при экономической целесообразности не будет поставляться за пределы рб я надеюсь я ответил на ваш вопрос спасибо михао петрович следующий вопрос который поступил от редактора журнала энергоэффективность а дмитрий станет он звучит он так сколько домов уже приняли решение проведения тепловой модернизации с финансовым участием жильцов дмитрий александрович отвечу на этот вопрос и кратко и хочу скажем так вторую часть ответа на ваш вопрос предложить чтобы ответили наше региональное управление в целом по информации департамента по энергоэффективности на 21 год приняли такое решение 9 домов в том числе в брестской области три дома в гродненской области один дом в городе герои минске два дома и в могилёве три дома вместе с тем в могилёвской области один дом уже скажем так по 327 указу правил проведена термо реновация по двум домам два дома в стадии реализации в могилёвской области ну и поскольку у нас в этом плане по нашим данным могилёвская область пока лидирует среди других областей и города минска я хотел бы слово предоставить александру константиновичу баргатину начальнику могилёвского областного управления по надзору за рациональным использованием нтр прошу включить если он на связи это у нас возможно да александр константинович вам слово добрый день уважаемые коллеги присоединяюсь поздравлением с нашим праздником скажем так для нас он как бы уже стал профессиональным да действительно у мигилёвской области первый дом на котором уже завершены работы ремонтом выполнены других работ кроме тепловой модернизации все работы завершены и сейчас находится я думаю мне две месяца мне торжественная эпоха продемонстрирована вот по климовичам у нас уже разработан проект им же ведутся работу на втором доме в области тоже проводится в интернете этого здания с участием так же как и дребенем они голосуют за тепло, комфорт и меньшую оплату коммунальных услуг своим рулем сознательно это делают и рядом в соседний дом уже проведено собрание в нем и также жильцы наношно видят рядом соседей тоже решили утеплить свой дом, правда работа эти будут выполнены в 2021 году потому что есть процедуры нужно замыкать, проходить на, и я думаю что на следующем году в Могилёвской области будет уже три года спасибо большое и давайте перейдем к заключительному вопросу поступали вопросы в том числе в госпрограмме энергоэффективность на 2021-2025 годы но мы получили исчерпывающий ответ от Александра Васильевича а вас Михаил Петрович попрошу ответить на следующий вопрос который поступил от Александра Левкевича каковы итоги политики энергосбережения что удалось сделать над чем нужно работать буквально резюмировать кратенько заключение нашего мероприятия Александр спасибо за этот вопрос если резюмировать все что мы сегодня сказали в эфире первое чего мы достигли мы видим что необходимо повышать использование нашего резерва внутри страны то есть повышать использование местных топливно-энергетических ресурсов мы видим что идем правильным путем мы видим что энергоисточники на местных топливно-энергетических ресурсах себя оправдывают оправдывают и в связи с вводом аэс и до ввода аэс приведу простые цифры себестоимость тепловой энергии с использованием топливной щепы либо торфяного топлива при тех тарифов на природный газ льготных тарифов для энергоснаждающих организациях для организации жкх так вот себестоимость тепловой энергии с использованием биотоплива на 20 30 процентов ниже чем с использованием природного газа это факт это аксиома мы двигаемся по этому пути уже порядка 25 лет и это направление необходимо развивать уже 30 процентов всех энергоисточников системы жкх у нас работают на биотопливе на торфяном топливе это наша главная одна из главных и основных задач и на ближайшую пятилетку мы развиваем это движение второе в части энергоэффективности энергосбережения это максимальное замещение использования природного газа максимальное замещение использования нефтепродуктов и всех его производных замещение его электрической энергии и местными видами топлива это второе основное наше третье второе направление то что мы будем развивать в ближайшую пятилетку и естественно третье направление это энергоэффективные технологии энергоэффективное производство вот все это в целом должно на ближайшую пятилетку а сократить удельные расходы на выпуск продукции на выпуск любой продукции да по которой мы работаем приведу простые примеры то что у нас вот например минеральные удобрения прокат черных металлов там смолы синтетические автомашины удельные нормы постоянно из года в год снижаются о чем это говорит о том что валовую энергоемкость валового внутреннего продукта у нас с каждым годом тоже снижается и все это дает возможность вот скажем так в эфире некоторые люди подумают господин малашенко что ты со своей энергоемкостью так вот энергоемкость извините меня это не сама цель первая и самая главная цель это увеличение заработной платы тех работников которые работают на тех или иных производствах а для того чтобы была возможность увеличить заработную плату работникам необходимо где-то экономить самое скажем так слабое место вот это энергоресурсы это материала емкость а материала емкость это равно опять же энергоресурсы так вот основная задача на ближайшую пятилетку снизить энергоемкость ввп тем самым увеличить заработную плату реальные доходы населения и двигаться дальше двигаться дальше в этом правильном направлении спасибо михаил петрович спасибо нашим участникам онлайн конференции за обстоятельные выступления коллегам спасибо за поступившие вопросы видеозапись мероприятия будет размещена чуть позже на сайте белта на этом наша онлайн конференция завершена спасибо вам свидание